Если вы поймете, о чем мы будем говорить в этом видео, у вас будет абсолютно все, что вы пожелаете. Всем добрый день, мои дорогие и любимые зрители. Сегодня мы с вами поговорим о главном, с чего стоит начать, если вы хотите жить жизнью своей мечты, о состоянии. Присаживайтесь поудобнее, и я надеюсь, что вам будет очень интересно, как начать жить жизнью мечты. Практически везде мы с вами можем слышать про некий путь из точки А в точку Б. Но жизнь мечты не ограничивается какой-то точкой Б. Но чтобы вам было проще воспринимать информацию, в этом видео мы будем это называть именно так. Как из точки А быстро перейти в точку Б. То есть переместиться из состояния, где вы, возможно, чувствуете неудовлетворенность, к состоянию, где все ваши потребности удовлетворены. Кто-то мечтает о здоровье, кто-то о деньгах, а кто-то не представляет себя счастливым, без отношений, которых вас ценят и любят. Сегодня, мои дорогие, я поделюсь с вами одним очень мощным инструментом, который поможет вам быстро гостичь вашей цели. Вспомните, пожалуйста, тех людей, которые легко добиваются больших денег, состоят в счастливых отношениях или у кого крепкое здоровье. Это не такая не случайность и вовсе не удача. Это результат внутренних настроек этих людей, которые они либо унаследовали, либо облили через собственные кризисы и трансформации. Мир начинается с меня. Помните? Именно та гласит кавайская мудрость. И все изменения начинаются внутри. Если вы хотите изменить мир, начните с себя. Но проблема большинства людей заключается в том, что они пытаются изменить внешний мир напрямую. Но это невозможно. Мы с вами не можем заставить людей покупать наши продукты или любить нас. Но мы можем изменить себя и свои состояния. И вот тогда мир вокруг начнет меняться. Например, когда я была молодой и купила свой первый автомобиль, я очень не любила стоять в пробках. Я постоянно пользовалась автобусной полосой. Я такая была не одна. Это была моя отговорка. Все ездят, я тоже буду. Прокаталась я так пару лет. Оплачивала огромные штрафы. Но все изменилось просто по щелчку пальцев в один день. С тех пор у меня не то, что нет ни одного штрафа. Я даже не нарушаю. Уже больше 10 лет. И вы знаете, в тот самый день, когда все изменилось, я заметила, что те, кто нарушают, куда-то исчезли. Я перестала замечать людей, которые нарушают правила. Именно тех, которыми я прикрывалась. Может быть, они где-то есть, безусловно, есть мир большой. Но, по крайней мере, там, где езжу я, их нет. И все какие-то невероятные, вежливые друг друга. И так во всем. Например, вы не можете заставить мужчину любить вас. Но вы можете стать женщиной, в которую можно влюбиться. И первым, кто это будет, должны быть вы сами. Вы не можете заставить людей купить ваш продукт. Но вы можете стать экспертом, которому доверяют, чьи мнения уважают, кому прислушиваются и у кого ищут поддержки. Я, например, не могу вас заставить подписаться на мой канал или купить гайд и делать все практики оттуда. Но те, кому это нужно, уже здесь, и каждый день с радостью поднимают великолепные возможности, которые дают жизнь. А ритуалы из гайда уже давно перестали быть ритуалами. Они стали нормой жизни. И эти люди меняют свою жизнь шаг за шагом, день за днем вместе со мной. Это все, что в моих силах. И вы тоже можете управлять собой. Это единственный доступный инструмент в этом мире для нас. Я надеюсь, я сумела это объяснить. Когда вы начинаете контролировать свое состояние, излучаемую энергию, вы начинаете влиять на людей и события вокруг вас. Это очень важно, если вы хотите внести изменения, например, в свои отношения с деньгами. Ни в коем случае не нужно ходить и плакать, как мало денег или искать друзей по несчастью. Вместо этого нужно работать над собой. Возможно, нужно пересмотреть свои установки, ограничивающие убеждения. Посмотреть, а точно ли именно этим вы хотите заниматься и от этого получать доход. Нужно научиться управлять финансами. Я жду вас в private money, где мы разбираемся, как выбрать своих долгов, как ставить достижимые цели, как копить. И в новых реалиях, как делать деньги из воздуха. Шутка, конечно, но факт. Поймите, прямое влияние на других людей, на окружающий мир, на какую-то ситуацию, оно невозможно. Но через изменения в себе, это вполне реально. Это значит, что прежде чем пытаться улучшить отношения с партнером или привлечь клиента, нужно сначала поработать над собой. Вы должны стать тем человеком, который привлекает любящего партнера или множество клиентов. Например, если ваша цель – иметь любящего мужчину или множество клиентов, вы должны стать тем человеком, который уже прямо сейчас живет в этой реальности. Подумайте, какой это человек, что он чувствует, что он думает, какую энергию излучает. И поделитесь в комментариях, что отличает вас сейчас от человека, который имеет то, что вы хотите. Друзья, благодаря вашим лайкам и комментариям, алгоритмы YouTube показывают это видео большему количеству людей. Я очень счастливый человек, и я очень хочу, чтобы как можно больше людей в этом мире чувствовали себя счастливыми. Поэтому, пожалуйста, поставьте лайк, напишите комментарий. Это видео поможет каждому, кто хочет стать счастливым. Ведь «Секрет счастья» – просто три главных триггера каждого человека – здоровье, деньги, отношения. А именно об этом мы здесь и говорим. Поставим благодарить. Чтобы достичь изменений, начать нужно с работы над собой. И только после этого вы сможете влиять на людей и события вокруг вас. Начните с формулировки своей цели. Запишите свою вот эту точку «Б» своей цели и желания. Например, «Я счастливая жена, любящего меня, самого лучшего для меня мужчины. Благодарю». «Я счастлив, мой доход такой-то. Благодарю». «Я счастлив, счастлива, я здоровая, стройная, красивая, сексуальная, женственная. Люди восхищаются мной. Благодарю». И так далее. И ваше нынешнее «Я» и ваше «Я» в вашей цели в точке «Б» – это два абсолютно разных человека. Две абсолютно разные личности. С разным состоянием, с разным восприятием этого мира. И вам нужно уже сейчас изменить свое состояние на то, которое соответствует вашему альтернативному «Я». Ваше желание – это ваша альтернативная реальность, где ваша цель уже достигнута. Вы же заметили, как сформулированное желание в примерах, правда? У меня есть видео очень интересное, очень полезное. Почему желания не исполняются? Посмотрите его, я ссылочку оставлю в описании. Я там подробно рассказала, что нужно делать, как сформулировать желание, как ставить цели, какие ошибки люди допускают. Для того, чтобы достигнуть своих целей, оказаться вот в этой точке «Б» нужно изменить свое внутреннее состояние на то, которое будет у вас, когда вы этого достигнете уже сейчас. Например, если вы хотите выйти замуж, мужчина не спешит связывать себя в целью брака. Возможно, вы чувствуете тревогу, возможно, скандалы закатываете, или у вас вообще нет кандидата на этот статус. А в альтернативной реальности, где все уже сбылось, и вы счастливая жена, вы не испытываете этих чувств. У вас нет страха, волны, ни скандала. Вы счастливо проживаете свою жизнь. Так начните ее проживать счастливо прямо сейчас, пока вы испытываете страх, вы никогда не попадете в эту точку «Б». Это непросто, но задумайтесь на секунду, а действительно ли вам нужно это предложение? Лично вы хотите замуж, или вы хотите иметь счастливое отношение с достойным партнером? А брак – это навязанная родителями и обществом установка. Хейтеры волков в комментарии, мол, тебе легко говорить, ты же замужем. Я повторю, уже много раз говорила, я никогда не хотела замуж. Я всегда хотела счастливые, крепкие отношения с самым лучшим для меня мужчиной, который меня любит, и которых люблю я. Благодарю. Вот была моя формулировка. Так что, прежде всего, нужно работать с вашими установками, с вашими ограничивающими убеждениями и деструктивными паттернами. Как насчет создать для вас интересную программу по этому поводу? Что думаете? Пишите в комментариях. А если хотите, то я обязательно что-нибудь придумаю. Деструктивные паттерны порождают вот это вот бесконечное чувство тревоги внутри. И один из самых распространенных примеров – это когда звучит в голове громкий критический голос родителя в большинстве своем, который обесценивает, критикует, наказывает и определяет вашу реальность. Этот внутренний диалог, он как призрак. Постоянно вещает какой-то негатив, и вы иногда воспринимаете его за свой собственный голос. Например, вы совершаете какие-то поступки, а потом начинаете обесценивать себя за них, потому что в вашей психике записаны все те слова, которые мы вас обесценивали. Или вы станете нежели, богато, нечего начинать, из чего захотелось, жадный, эгоист и так далее. У каждого из вас свое наполнение такими высказываниями. И все эти процессы, самые ужасные, они неосознанные. И не важно, какие у вас отношения с родителями, которые вас обесценивали. Общаетесь вы с токсичными людьми, которые вас когда-то ранили или нет. Очень важно уметь оценивать внутренние диалоги. Важно простить всех, и в первую очередь себя, и изменить эти установки. Они заставляют вас выживать, а не жить в этом мире. И на это уходит колоссальное количество энергии. Негатив всегда забирает очень много энергии. Всегда. А у вас есть осознанный выбор. Вы можете не только создавать свою новую здоровую реальность, но и управлять своим эмоциональным миром. Это же ваши мысли, ваши чувства. Значит, только вам решают, что думать и что чувствовать. Вы можете формировать новые внутренние диалоги. Можете намеренно слушать мандры, аффирмации. Можете заполнить тишину каким-то интересным подкастом, разбивающим. И делать то, что будет наполнять вас энергией, а не разрушать. Пока вы находитесь в позиции жертвы, все плохие, а то один дартаньян, вы не можете создавать свою жизнь. Еще одно видео на эту тему «Становление дворцом своей жизни от жертвы к создателю». Ссылка будет в комментариях. Посмотрите его обязательно. Итак, что может помочь вам достичь состояния жизни, где ваши мечты сбылись, а цели достигнуты уже сейчас. Конечно же, общение с людьми, которые уже достигли таких состояний. Пересмотрите свое окружение. С кем вы становитесь лучше, с кем вы паркаете, как бабочка. А кто у вас тянет в свою уютную ямку. С такими людьми лучше прекратить общение, ну или как минимум его минимизировать. Когда вы общаетесь с теми людьми, которые уже находятся в состоянии, к которому вы стремитесь, вы входите в их поле, подключаетесь к их энергии и начинаете копировать их поведение. Зерканием нейронов. Улыбнитесь прямо сейчас и подумайте о чем-то плохом. Это невозможно. Точно так же, когда вы будете стоять с недовольным лицом, думать о чем-то хорошем будет приятно. Кстати, вот вам лайфхак, как вы выглядите в глазах у других. У каждого этого полно гаджетов. Можно даже камера есть. Просто включите ее и забудьте, а потом посмотрите замес. Как вы ходите, какая у вас спинка, прямая или нет. Или вы пытаетесь свернуться в улитку, чтобы вас никто не видел и не слышал. Успешный, счастливый, богатый ходит с ровной спинкой, расправив крылья. Улыбаетесь ли вы, как вы сидите, во что вы одеты. Вот на примере отношений. Будьте ли в восторге ваш будущий муж, если ваш любимый, охраните с немытой головой в драненькой такой футболке. Дома, знаете ли, тоже нужно выглядеть великолепно. Но не для кого-то, а для себя в первую очередь. Когда вы находитесь в окружении людей, которые уже достигли того, к чему вы стремитесь, это никакая не магия, а биологически объяснимый процесс. Вы впитываете их в состояние и энергию, и словно подзаряжаетесь от них. И это один из самых эффективных способов получить то, о чем вы мечтаете. Расширяйте круг своих знакомых. Встречайтесь с людьми успешными в тех сферах, о которых вы мечтаете. Если вы хотите улучшить свои отношения, общайтесь с теми, кто привлекает внимание мужчин. Посмотрите на их привычки, знайте, что они делают для этого. Если вы хотите стать стройной, тонкой, привлекательной, обратите внимание на женщин, которые уже являются таковыми. Когда вы начинаете общаться с людьми успешными в тех сферах, о которых вы мечтаете, вы впитываете их успех как дети, которые легко осваивают языки. Например, наш ребенок свободно владеет английским и русским, более того, английским его вообще родным. Спасибо нам, конечно, и Ютубу. Также и вы погружаетесь в среду тех людей, которые уже обладают нужными качествами. Просто будьте рядом, просто слушайте, и вы удивитесь, как быстро это все произойдет. У каждого своя же мечта. Помните известную цитату о миллиардере, основателе компании Amazon, Джефф Безосе? Он хотел стать вторым Биллом Гейтсом, но стал первым Джеффом Безосом. Мои дорогие, нельзя просто так повторить шаге одного успешного человека. И на своем пути вы, вероятнее всего, откроете что-то еще более прекрасное. И когда перед вами стоит большая цель, очень страшно сделать только первый шаг. Разберите свою большую цель на маленькие подцели, как стену на маленькие кирпиччики. Не думайте о стене, думайте только о кирпичике, думайте только о маленьком шажочке. И тогда шаг за шагом все получится. Утренние аффирмации сразу после пробуждения, которые я ежедневно публикую в сообществе на Ютуб и в Телеграм, вечерние медитации перед сном, помогут вам усилить связь с подсознанием и загрузить в себя нужную информацию. Все это приведет вас к лучшей жизни. И искренне желаю вам успеха на работе. Измените свое внутреннее состояние через глубокую работу над собой, включая проработку всех деструктивных паттернов и установок. Я постоянно вам говорю, тотальный контроль мыслей, тотальный контроль чувств и эмоций, излучаемой дар. Особнанные выборы и формирование новых внутренних диалогов, помогут вам поддерживать состояние ресурса, а не разрушение. Именно энергия дает нам исполнение всех желаний. Уровнем нашей энергии исполняются желания. Попробуйте, мои дорогие, и вы увидите, как ваша жизнь начнет меняться. Я желаю вам счастья, я желаю вам достичь вашей мечты и наслаждайтесь процессом трансформации. Всех обнимаем, всем пока-пока.